и всем привет дорогие друзья у микрофон александр и сегодня мы сделаем 3d текст для вашего превью в программе blender данный ролик я уже делал в программе cinema 4d 4 года назад для тех кому интересно ссылка будет в описании для тех кто работает в blender и знает как здесь что дальше просмотр наверное будет ну не очень интересен и не очень важен так как вы сами прекрасно справитесь с этим шаблоном а для тех кто не работал в blender и хочет получить инструкции как отредактировать данный текст и как вывести его виде картинки давайте смотреть открывая проект мы видим вот такую ситуацию два текста в чем разница ни в чем разницы нет давайте сделаем так что в левом окне у нас будет видеть рендер нашего текста то как он будет выглядеть на нашей картинке для этого переходим вверх и видим здесь такие четыре шарика первый это вайфрейм второй это object 3 это рендер без света и последний это полный рендер нашей картинки то как она будет выглядеть в конце естественно вот эти вот этот шум он будет убран в финальном рендере из-за того что здесь используются ограничения по рендеру вот поэтому полный рендер здесь до конца не будет происходить в посередине посередине мы видим наш object мод в котором мы видим наш текст и можно можно подвигать колесиком мыши нашу сцену здесь мы видим камеру и здесь мы видим наш текст вот чтобы вернуться обратно к виду камеры нажимаем кнопочку ну 0 ну 0 вот давайте теперь разберемся как отредактировать текст чтобы написать другой текст нам нужно выбрать наш текст в проекте либо просто в сцене тыкнуть на нужный нам текст далее нам нужно перейти в edit mode как это можно сделать быстро это нажать на клавишу tab либо наверху мы видим вкладочку object мод и поменять ее на edit mode в данном моде мы можем поменять наш текст давайте напишем все просто и во втором также давайте вернемся обратно в object мод выбираем наш второй текст нажим переходим в edit mode давайте сделаю это вот так чтобы было наглядно и здесь пишем второй текст вот переходим обратно в object мод клавишей tab или через это меню вот мы поменяли наш текст вот в рендере видим что все тоже менялась вот а теперь перейдем к настройкам текста давайте сделаем настройки для первого текста который находится наверху данные настройки можно найти ниже в правом углу а в настройке текста мы видим отдельную вкладочку с буковкой а маленькой тыкаем на нее что мы здесь можем сделать мы можем работать с геометрией вот offset я не советую делать потому что это увеличивает а сами меш и букв это работает крайне редко со шрифтами с кое-какими с какими-то кастомными как вот этот шрифт это не работает экструд экструд это выдавливание данного текста на превью мы конечно очень плохо это все видим но если мы в нашем view порте подвинем наш вид то мы увидим что у нас увеличился наш текст либо уменьшился все зависит от того как вы хотите вот такой эффект наливания текста на вас вот давайте вернем все к сходному и вернемся обратно к виду камеры эта клавиша ном 0 вернулись далее переходим во вкладку фонд то есть шрифты здесь мы можем установить разные шрифты для нашего текста то есть основной утолщенный italic и либо толщенный с italic вот чтобы заменить шрифт нам нужно нажать на папочку вот нажимая на папочку мы переходим в вид наших шрифтов и можем поменять его на другой вот шрифт поменяли и у нас вот такой вот разломанный шрифт давайте вернем его обратно вот и если вдруг у вас здесь будет сдвоенная папочка и такая на нее у вас тут ничего не будет то просто нажимаем на крестик и нажимаем на папочку все исправили если вдруг у вас выбирая шрифт выбирая шрифт стандартно вы его будете выбирать из этой папки windows fonts а и у вас вдруг не будет здесь того шрифта который вы хотите но он будет находиться в этой папке то скорее всего блендер его не так просто не видит для этого перекидываем наш фонд в другую папку вот например я сделал папку блендер в своих проектах закинул сюда нужный мне шрифт и просто отсюда выбираю этот шрифт и он прекрасно работает вот все на данном этапе мы закончили если вам очень интересно можете потыкать данные настройки но они сильно менять ничего не будут вот теперь давайте займемся цветами цветами заняться надо будет в другой вкладке эта вкладка называется шейдинг она находится на верхней панели там где layout это наша основная вкладка а шейдинг это дополнительная вкладка для настройки шейдер возможно вы будете видеть вот такую вот ситуацию вверху мы видим наша превью давайте сделаем ее в плане рендера мы уже научились делать как переключать вид вот здесь внизу мы видим настройки шейдера эти колесиком мыши немножко отдалимся чтобы переходить вот таким вот образом мы зажимаем колесиком мыши и двигаем наш нашу настройку шейдера наш blueprint шейдер если точнее а и здесь мы выбираем base color то есть какой цвет мы хотим давайте возьмем какой-нибудь красный цвет вот а чтобы изменить второй цвет мы тыкаем по нашему второму объекту нас также открывается новый шейдер который привязан к этому объекту и на нем также выбираем нам нужный цвет вот мы изменили цвет ничего здесь сложного нет далее возвращаемся в наш layout также наверху эта вкладка вот мы вернулись сюда давайте теперь займемся трансформации текста то есть давайте перейдем во viewport с помощью колесиком мыши в данном окне чтобы было наглядно понятно что мы делаем что с текстом можно делать давайте выберем верхний текст первое что мы можем это использовать инструмент move для того чтобы двигать текст вперед назад вверх вниз или в стороны вот в нем обратно далее инструмент rotate rotate это вращение текста в ту или иную сторону давайте сделаем вот так и второй текст тоже повернем какой-нибудь из сторон выглядит прикольно далее инструмент скейл мы не будем использовать потому что мы можем в трансформе использовать размер текста так как скейл это именно на мэш но мы можем спокойно это настраивать в сайте трансформа на текст вот давайте теперь переключимся на камеру обратно кнопочкой ну 0 и посмотрим настройки камеры у нас есть размер камеры хотя давайте переключимся вот так вот чтобы было наглядно понятно что происходит с камерой вот здесь мы будем видеть все что нам повлияли эти изменения вот давайте начнем начнем с линзы это дальность камеры то есть как далеко наша камера будет просматривать то есть насколько она длинная это больше подходит к анимациям или например у вас будет очень маленький текст но есть там не знаю пару букв и вы хотите не мучиться с двиганием вашего текста вот вы просто делаете увеличение вот например у вас вот например pr и меня есть эти буквы и все остальное у вас нету поэтому вы увеличиваете дальность камеры это 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 x камеры то есть мы увеличиваем изображение вот данные можно будет использовать если вдруг у вас какие-то поворотные какие-то дополнительные объекты которые нужно прорисовать у вас текст не должен быть посередине но это на ваше усмотрение вот дальше viewport это просто мы увеличиваем viewport нашей камеры но это очень сильно влияет на деффилд вот то есть здесь данный параметр сейчас бессмысленно рассматривать потому что у меня нету никаких объектов сзади это эффект боке то есть у вас текст будет четким а то что сзади находится будет размыто вот данный параметр работает в принципе с депу field вот значит с камерой мы закончили с текстом мы закончили теперь нам остается только за экспортить наше изображение давайте вернемся к нашему тексту вот через клавишу 0 мы все прекрасно видим вот теперь что нам нужно это зажать клавишу f12 f12 это наш рендер вот и теперь дождемся пока он закончится все ребят рендер завершён как мы видим шумов таких как было в нашем превью нету то есть все гладко и красиво вот изображение прозрачная поэтому можно его поставить куда угодно и фон будет чистым вот а для того чтобы за экспортить изображение нажимаем имидж с и вас это уже был похожий рендер не с первого раза записываю с первого раза без микрофона это будет секунд ведь так же та же ошибка секунд рендер вот и нажимаем save image и в той директории в которую мы ее сохранили будет лежит это изображение его можно использовать куда угодно ладненько ребятки если у вас появились какие-то вопросы пишем их в комментарии я постараюсь на них ответить ссылки на данный шаблон будет в описании и на ролик про cinema 4d тоже будет в описании blender доступен бесплатно в стиме можете его скачать и пользоваться вот в знак благодарности от вас лайк подписка и желательно комментарий а также если вы хотите получать новые ролики стримы и все что только угодно то обязательно поставьте колокольчик вот ладненько ребятки спасибо что смотрели это видео надеюсь оно вам понравилось вы также не забудете их оценить те кто просто его смотрел вот ладно ребятки все всем спасибо всем пока